Пожалуйста, отметьте знаком «плюс», если вы меня хорошо слышите. И мы начнём тогда работу. При проверке всё было хорошо, удивительно, что это случилось. Так, я не вижу никаких значков. Так, значков я не вижу. Ну, слушайте меня и видите. Вот чат обратный связь. Так, ну нет ничего. Нет ничего, вот чат, ничего не видно. Вон они, здравствуйте. Так, уважаемые друзья, пожалуйста, поставьте значок, слышите. Перейдите во вкладку «Общие». Вы, скорее всего, случайно перешли во вкладку «Вопросы». Все вам отвечают во вкладке «Общие». А, «Общие», да? Вопросы. Так. Нет, наоборот, во вкладку «Общие» перейдите. Так. И там все вам отвечают, плюсики ставят уже давно, и все слышат прекрасного. Я не вижу ни одного плюсика. А вы видите? Да, да, конечно. Все, 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 все. Ну, слава Богу. Кажется, кажется, контакт установлен. Да, жаль, что мы потеряли несколько минут. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами интересная и большая тема. Я постараюсь уложиться в нее, и, конечно же, мы не можем начать сразу же с игры, потому что это такая сложная проблема, и придется нам немножечко рассмотреть вопросы, связанные с проблематикой игр. Поэтому посмотрите внимательно. Я выделила шесть ключевых вопросов, которые нам хотелось бы мне с вами обсудить. Первое – это почему раннее детство относит к золотому веку в развитии ребенка? Второй вопрос – почему игра сегодня начинает занимать все больше места в жизни человека в образовании? И более того, она начинает теснить традиционные методы образования. На эту тему мы поговорим обстоятельно. Затем уже мы перейдем, что же такое игра нового поколения. Обсудим с вами функцию этой игры, как в них играть. Я покажу несколько игр инновационных, которые мы разработали в рамках президентского гранта прошлого года. 2017-2018 год был такой у нас проект «Игромир образования 2035 года». Собственно говоря, результаты этого проекта будут сегодня вашим достоянием. Ну и, конечно, как играть, на этом мы остановимся и где приобрести игры. Скажу я по ходу вебинара, конечно, и о тех новых профессиях, которые появляются в связи с таким вот ожившим интересом к игре. Значит, вот такая тематика, и постараемся мы на все вопросы ответить вам. Итак, первый вопрос. Почему же первую фазу, период в развитии ребенка называют золотым веком? Я думаю, что эта истина не нова для вас, потому что на самом деле довольно известна информация, что в период детства ребенок осваивает 80% всей той информации, которая заложена в мозгу человека. То есть то, что составляет сознание ребенка. И лишь 20% приходится на последующие периоды жизни, то есть школьный и период активной трудовой деятельности. Игровая деятельность ребенка – это первый и самый эффективный способ его взаимодействия с миром. Ну, конечно, понятно сначала с миром игрушечным и с миром настоящим где-то, с фрагментами этого мира. И здесь вот возникает, в общем-то, вот такое уже первое определение, простенькое. Игра – это жизнь в миниатюре. И это активное проживание вот этих небольших фрагментов жизни ребенка. Вспомним, вот наша аудитория в основном женская. Я посмотрела, львиная доля женщин у нас лишь всех, пока просматривала только трое мужчин. И это очень ценно, что... Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы было одинаково. Потому что играть нужно всем без разницы, без гендерных различий. И вот это вот первое, что я хотела сказать. Второе – это игра на самом деле ключ к развертыванию немало-немного антогенеза человека. Я думаю, что вот этот термин антогенез всем известен, но на всякий случай расшифрую. Это индивидуальная программа, генетически заложенная в нас с вами, всеми поколениями наших родственников. То есть всей династии, фактически, которые прожили жизнь до нас с вами. И вот у ребёнка, родившегося, весь его антогенетический потенциал, вся его программа развития, фактически заложена в геноме. И она составляет немало-немного 10 десятой степени. Представьте себе, 10 и 10 ещё нулей. То есть это триллионы битов информации упакованы в спирали ДНК ребёнка, в геноме его. И вот наша с вами задача, педагогов, воспитателей, родителей, вообще всех взрослых, которые имеют дело отношения к ребёнку, вот эту программу завести, эту программу развернуть и реализовать. И только тогда можно говорить о том, что ребёнок самореализовался. Но, к сожалению, мы всё, что мы делаем в образовании, в деятельности с ребёнком, мы забываем вот об этой истине. А на самом деле это самая высокая цель, которую всегда нужно, ну, как лоцмана нам держать и ориентировать все наши действия вот именно на это. Посмотрим, как это всё происходит. Как вот в миниатюре вот этот вот процесс запуска генетической программы ребёнка осуществляется. И с помощью каких фигур, с помощью кого. Итак, конечно, есть у ребёнка сейчас я вот следующий слайд покажу, а потом вернусь к этому. Так, почему-то нет, да. Я буквально перед началом вебинара ещё включила один слайд, который показывает сенсорную систему человека. Это глаза, уши, это нос, безусловно, это, безусловно, речевой аппарат, две руки и ноги. И, в общем-то, конечно, всё тело как инструмент нашей жизни. Глаза, когда рождается человек, это просто орган смотрения. Но не орган пока что видения, не орган осмысления увиденного. Осмысливаем мы мозгом, а если мозг пока что только нейроны, без всяких связей, то есть без этих вот дендритов и аксонов, этих щупалец, которые обладает каждый из ста миллиардов нейронов мозга. И понятно, что глаз начнёт осмысливать всё, что он видит, что воспринимает, только тогда, когда наполнится мозг, наполнится знаниями, и появится сознание у ребёнка. То же самое происходит и с ушами, то есть орган слушания, но пока что не слышания. То же самое происходит с речевым. Это пока что только орган приёма пищи, более ничего. И вот две руки тоже с нулевой моторикой. Ну, нельзя сказать, что совсем с нулевой, потому что хватательные движения у ребёнка хо-хо какие-то. Но разжимательных нет, нет неразвитой тонкой моторикой и так далее. И то же самое можно сказать о ногах ребёнка. И вот появляется на горизонте, в люлечке, на резиночке перед глазами лежащего ребёнка, вдруг, когда уже зрение бинокулярное появляется, то есть вот эти вот глазные оси, они сначала ведь не перекрещиваются, когда эти глазные оси начинают перекрещиваться у ребёнка, он вдруг видит игрушку. Игрушка, чем ярче, тем она, конечно же, привлекает его. Если рука матери ещё тронет эту игрушку, эта игрушка зазвенит, и вот здесь-то происходит таинство заведения механизма в действии вот этого механизма раскручивания антогенетической программы. Игрушка как стимул к действию, как запускной механизм пока что спящего мозга и спящего тела ребёнка. Цветом и формой запускается деятельность глаза. Звуком запускается деятельность ушей. Навесная игрушка включает память, ребёнок запоминает эту игрушку. Далее и мышление, потому что если рядом берёльки красненькие, синенькие, зелёненькие, с разным цветом, то уже появляется необходимость сравнивать, сопоставлять их. И он вдруг обнаруживает, что они разные, что они и по форме, и по цвету, и по звукам разные. И если это всё ещё сопровождается тёплыми модуляциями голоса матери, он слышит родную речь. И вот это всё интегрируется, всё это объединяется и начинается, начинается вот это вот величайший, удивительный процесс приведения в действие нашего уникального органа мозга. Далее происходит ещё более интересный. Да, вот она, сенсорная система человека. И здесь только ручки изображены ребёнка, но ручки, как сенсорный орган, очень важны, потому что от того, насколько мы развиваем детские пальчики, идёт координация мышц мелкой моторики и начинают развиваться лобные доли. Лобные доли – это новый, новейший мозг, мозг человека современного. Начинают развиваться речевые зоны. Поэтому это очень важно. И вот эта картинка, я поэтому её и включила сюда. Игрушка и действия с игрушкой – вот что является запускным механизмом не просто развития, а исследовательской деятельности. С этого начинается старт развития ребёнка. Именно исследовательская деятельность. Я не удержусь привести пример, наблюдаемый мною, я думаю, многим из вас. Вы дайте малышу, который уже может сидеть, и у которого уже сжимаются ручки, дайте ему в руки лист белой бумаги. Что он будет делать с этим листом? Он этот лист начнёт сминать. Так, сминая он слышит звук сминаемой бумаги. Так, и это его просто, ручки его ощущают материю бумаги, да, то есть тактильное ощущение. Затем он там форму меняет, видит, как он властвует над этим листом. Был большой, вдруг он стал комочком. Потом он этот лист, уже наигравшись, вот так-то тянет в рот, пробует на вкус, на химию. Тут начинается, посмотрите, сколько действий. Он его трясёт, он начинает ворвать всё. Наигравшись волей, он протягивает вам, нате, вкусите вот радость общения с первым объектом, допустим, если это ты. Вот подобное таинство происходит в эти удивительные периоды жизни, первый период жизни ребёнка. Цвет, форма, материал, звук, новизна, игрушки. А для него всё игрушка. И лист бумаги – это тоже игрушка. И любой предмет бытовой, по которому попадает в поле зрения ребёнка – это всё игрушки. Это всё мотиваторы подключения к процессу всех сенсорных органов, всех анализаторов мозга. А эти анализаторы – не что иное, как щупальцы мозга. Вот этих 100 миллиардов пока что это процессор пустой, его нужно заложить, в него нужно закачать программы. И ребёнок торопится закачивать программы, начиная вот всякие активные манипуляции с предметами, любыми, которые его окружают. И, значит, это глаз, ну, то, что я говорила, и всего тела. Тяга к яркой звучащей игрушке, её касания, попытки захватить. И вдруг вот это первое движение, когда игрушечка, висящая над люлькой ребёнка, над ним, захват игрушки – это просто, я вот пишу, вторая важная в жизни ребёнка победа. Конечно, вы зададите вопрос, почему вторая? Ну, для того, чтобы первую победу ребёнка, та ещё более грандиозная победа, нам нужно возвратиться или вернуться в пренатальный период, то есть в внутриутробное развитие и в перенатальный период, когда ребёнок начинает своё триумфальное движение породовым путём на выход. То есть, когда сам акт рождения ребёнка, это просто потрясающий акт, потому что по узким, родовым путям пробирается тело, там полутора килограммовое, с огромной головкой, и это всё, пройти вот этот путь, это просто ребёнок рождённый, прошедший вот этот путь, он герой уже, это его первая победа. Кстати сказать, очень важно, чтобы ребёнок прошёл этот путь, потому что потом это уже отложится у него, как некий стереотип, как и будет влиять на его целеустремлённость, на его трудолюбие. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас у всех есть контакт с молодёжью, нужно очень убеждать их, чтобы никаких ни кесарев, ни эко, ни что, есть только естественное рождение, может, даёт возможность быть полноценной личностью в будущем. когда есть разные отклонения, там уже нужно исправлять воспитанием. Но вот об этом нужно помнить, нужно знать, и нужно вот дорожить тот путь, и те ходы, которые нам природа подарила. Игрушка в руках – это старт гениальный по разнообразию исследовательской деятельности. Именно гениальный, потому что ребёнка никто не учил, и он уже столько действий совершает, вот я вам показала, как это происходит с белым листом бумаги. Видите, ощупывание, постукивание, надавливание – это разве не экспериментальные методы? Проба на вкус, на запах, прочность и так далее. Поэтому вот на ребёнка нужно и смотреть, как на гениального исследователя, и подхватывать в это, видеть это, а не навязывать ему что-то своё, потому что природа вложила в него всё. Только свобода должна быть дана ребёнку, чтобы это всё реализовывалось. Итак, уникальность момента и важность роли модератора, то есть руководителя, первой встречи ребёнка с первым его в жизни предметом, с игрушкой. Почему уникально? Смотрите, ненасытная естественная природная любознательность. Нужно наполнить сознание 100 миллиардов клеток. И наша задача – не загубить вот этот процесс, любознательность. Зачёркнутая, неразвившаяся любознательность, она приведёт к тому, что будет плохо учиться, всё неинтересно, вот то, что мы сплошь и рядом видим потом уже в школьные годы. А истоки всего, вот здесь, в детстве, в самом раннем детстве, уникальные инструменты познания, игрушки, подбор игрушек, продолжительность, сколько он с игрушкой взаимодействует, чистота занятий с этой игрушкой. А это всё очень существенно. Способы исследования игрушки. Вот здесь это и есть истоки креативности. А креативность, творчество – это одна из составляющих таланта, одарённости, таланта и гениальности. Поэтому то, что мы имеем сейчас, 4-6% талантливых людей, вот такой КПД, хотя рождаются все стопроцентно одарёнными, ну, конечно, при условии, если биологически здоровый мозг у ребёнка. А выход 4-6, куда девается 94-96% природной одарённости? Да под колёсами образования, под колёсами родителей невежественных, вот куда деваются таланты людей. И способы исследования игрушки тоже очень важны. Поэтому нужно там какие-то давать такие, покупать, давать ребёнку, включать в его пространство такие игрушки, которые как раз и способствуют развитию разных способов взаимодействия и исследовательским наклонностям. Развитие моторики руки, пробуждающий спящий мозг ребёнка, его речевые зоны. И вот здесь я выделила специально, да, мать, дирижёр этого воистину великого действа. И вот вы знаете, у меня сейчас новый грант, кольцо жизни от истоков к устью. Мы будем обучать вот этим играм, о которых я буду рассказывать, пенсионеров, и будем идти в детские дома. Когда я открыла сайт со списком детских домов в Башкирии, я просто в шоке была. Это 18 страниц детских домов, сиротских домов в период, когда нет ни воин, ничего, ни катаклизмов природных, а детских домов столько. То есть это дети, лишённые матью, это дети, лишённые вот всего того, о чём я говорю. Вот это и есть загубленный наш генофонд, наш потенциал нации. Мать, дирижёр этого воистину великого действа, механизма запуска, познания, развития ребёнка, развертывания его вот этой самой антогенеза, его генетической программы природной. Игрушка и действия с нею, да, я об этом говорила уже, да, да, это мы тоже с вами уже посмотрели. Теперь я, поскольку вот у нас последняя строка была о матери, поэтому я посчитала очень важным, поместить здесь на двух слайдах задачи, которые стоят перед матерью, потому что на самом деле мы все матери, и наши первые заботы, давайте вот вспомним себя, да, кто, кто в настоящем состоянии матери, да, мы все, в общем-то, в этом состоянии, первые наши заботы, накормить, чтобы не болел, здоровый был, и так далее. На самом деле, это все, да, важно, но это все телезаботы о теле. А важные задачи, вот в суете, вот и в погоне именно за этими, решением этих функций, мы теряем самые важные. И вот поэтому пять важных задач, пожалуйста, обратите на это внимание. Первое и важная самая задача, это экстравертировать ребенка из мира физиологических потребностей, животных потребностей, это инстинкты, так, есть страх половой, сухо-тихо, чтобы сухой ребенок был, и так далее. С этими физиологическими потребностями ребенок рождается, приходит в этот мир, духовных потребностей у него нет. Человеком он становится только, если мы у него вот эти духовные потребности разбудим, если мы вызовем эти потребности. Поэтому необходимо повернуть человека, экстравертировать, это значит повернуть его в мир духовности, в мир национальных и общечеловеческих ценностей. Вот это очень важно. Это первое. Второе, не мешать. Природа сама все придумала так, как надо. И не надо в нее вмешиваться, а нужно просто наблюдать за ребенком и создавать условия в том направлении движения, в котором вот его природа ведет. Не мешать развертыванию генетической программы развития ребенка. А для этого нужно нужно обеспечить свободное развитие ребенка в богатой игровой, духовной, деятельностной среде. Здесь каждое слово значимо. И в содружестве обязательно с уважающими ребенка взрослыми. то есть это не какой-то объект, предмет, манипуляцию, которого нужно поменять пеленки. Мы растим личность с первой секунды, даже не с первой секунды, а с первого с момента зачатия, когда появляется зигота и идет оплодотворилась и появилась первая клетка зигота. Далее третья важная задача матери прожить, дать возможность создать условия прожить ребенку со вкусом в период беззаботного, безмятежного детства. Вот это особенно важно потому в наше время, когда мы детей буквально таскаем по всяким кружкам везде всюду пытаясь компенсировать дефицит того, что сами не достигли. В детях думаем это реализовать у ребенка каждого свой путь. Не надо ему навязывать своего пути. Он сам выберет свой путь. Надо помочь только ребенку это сделать. Четвертая важная задача создать вокруг ребенка пространство любви уважения. Кому оно не нужно? Пространство любви и уважения. Это собственно говоря в детстве это просто витамин знаете самый важный витамин. А витамин это вита жизнь. Поэтому это собственно здесь секрет и гарантия счастливого и здорового детства. Ребенка надо любить любого. счастливого если допустим ждали мальчика появилась девочка это должно быть счастье. На нее надо смотреть как на героя который уже совершил свой первый подвиг прошел родовые пути и родился на этот белый свет. Более того одержал победу 300 миллиардами других клеток которые хотели оплодотвориться. Именно он оказался победителем. И поэтому представляете это чудо рождается а мы на него смотрим и на него цыкаем ругаем и так далее. Я думаю что зная это никогда не повысишь голоса на ребенка. Пятое открыть природное предназначение ребенка. Вы знаете вот этому у меня был посвящен первый грант путинский одаренные дети Россией. Мы разработали систему диагностирования. Вот я в первой половине года тоже делилась результатами своего проекта с коллегами на таком же вебинаре. Вот открыть природное предназначение ребенка. Это тоже функция матери, забота матери и взрослых окружающих ребенка. Значит это что такое? Это открыть его потенциал природный. Это доминантность полушарной деятельности, это психотип, который задан природой. Это его наклонности. Вот нет времени, возможности об этом говорить, поэтому я в общем-то вот этим ограничусь. Выполнение вот этих пяти задач есть залог здоровой, счастливой, настоящей и будущей жизни ребенка. А свободная игровая деятельность вот в рамках этого детства, раннего детства и в последующей жизни это базовые условия и для ребенка, и вообще взрослеющего ребенка, подростка и так далее. И это условие нам постоянно сохранять контакт, взаимодействие, взаимопонимание, потому что на самом деле дети отходят от нас и все большее непонимание между нами, это сплошь и рядом. Вот игра помогает нам как цемент, помогает нам держать семью как не единство, как нечто целостное. Почему игра сегодня начинает заниматься? Так, это был первый вопрос. я постаралась его максимально кратко изложить вам, чтобы вы поняли вот самые в общем-то предсечи, истоки, почему мы постепенно движемся, почему важна столь важна игра, игрушка и так далее. Теперь мы перейдем к обсуждению вопроса, почему же игра сегодня начинает занимать все большее место. Здесь вот у меня тоже пять условий, пять моментов, которые в общем-то объясняют вот этот всплеск интересов к игре, к тому, что появилась геймификация направления, что и новые профессии появились, игропедагог, игротехнолог. И, кстати, вот одна из задач моих пробудить, разбудить у вас интерес к этому, и, возможно, вообще мы обязаны педагоги, родители быть все игропедагогами, если не играть, а ещё лучше игротехнологами, самим сочинять для своих деток, учеников игры. Итак, ответ на поставленный вопрос заключён в следующем. Во-первых, в богатой истории развития игры, сопровождающей человечество фактически со времён ещё раньше даже античности. Вы знаете, животные тоже играют, и вот с этого началось исследование. То есть малыши, дети, детёныши любого зверя, любой птицы тоже игрончики. И вот богатая история человечества со времён античности до наших дней, вот она прекрасно отражена в книге я советую очень познакомиться с ней. Ому Люденс «Человек играющий». Книга вышла вот в указанном году 1938 её автор скандинавский учёный Йохан Хёйзинга. Я не буду останавливаться на этом, потому что на это нужно полтора часа времени, мы уйдём в сторону. Второй момент – это в уникальных особенностях самоигры. Об этом мы будем подробно говорить. Третий момент, что мы с вами оказались в совершенно новом мире, мире 21 века. Это начало самой глубокой интеллектуальной революции в истории человечества, размышляющим о том, как же укоротить лавинообразный поток изменений информации, происходящей в мире ежедневно буквально. То есть такого никогда не было, и поэтому это серьёзная проблема, которая заставляет бесконечно реформировать образование и все структуры государства. Четвёртое – в новом осмыслении жизни, познании, образования – вот это то ключевое, что делает человека человеком на самом деле. меняется бытие, меняется сознание, меняется осмысление жизни, меняется всё абсолютно вокруг. В-пятых, это огромных психоэмоциональных нагрузках современного человека и необходимость их снятия. Поскольку нет возможности об этом подробно говорить, я только одну деталь к пятому пункту приведу, что в настоящее время около 85% детей невротики. И это потому, что мы с вами за один день получаем информацию столько, сколько полтора века назад наши предки получали за целый год. И это колоссальная нагрузка на мозг, на нервную систему, на эмоциональную систему не выдерживает человек, не выдерживают дети, поэтому их не надо никуда таскать, им надо дать развиваться своим ходом, потому что природа всё заложила для этого. Далее игра. В чём уникальность игры? Потому что мы всё говорим, сейчас я постараюсь всё это систематизировать. Игра это разновидность физической интеллектуальной деятельности без практической пользы. То есть вот все два остальных вида деятельности, которые в общем-то наполняют человеческую жизнь, это игра, учёба и трудовая деятельность. Вот наша с вами жизнь. И в учёбе и в труде мы всегда стремимся продукт какой-то получить. результат. Без этого иначе как бы обесцениваются вот эти два вида. А вот в игре не нужно это. И тем она прекрасна, тем она самомотивирует нас. И раскрепощает. Мы самореализуемся. Вот в этом ключ именно. Так лишённый прямой практической целесообразности, представляющей индивиду возможность самореализации. в игре человек лучше всего раскрывается, какой он есть, в его естестве и выходящей за рамки актуальных социальных ролей. То есть здесь мы не мамы, не профессора, не директора, не ректора, мы просто партнёры по игре. Мы коллеги, коллеги по игре. Мы все равны и вот в этом ценность игры. Игра иной, чем обучение, способ взаимодействия с миром, включающий также познание. Игра это универсальный, более универсальный, чем само то, что мы делаем учебник с помощью учебников, лекций и так далее. Способ моделирования и постижения окружающей нашей реальности. То есть фрагментарно, конечно, но тем не менее. Далее. Значит, мы продолжаем характеризовать игру. Высшая ценность в игре не в результате, а в учении, как в учении и труде, а в самом процессе игры. Игра ради игры. Любая игра имеет на самом деле, чем она, в ней две основы, два как бы столпа мощных, на чем игра держится. Это то, что в игре испытываешь эмоции, причем позитивные эмоции, причем не только игроки, играющие эти эмоции испытывают, но и те, кто наблюдают. Примеры, я думаю, футбол более яркий, раньше это кориды, скачки, поединки и так далее. Это с древних времен все идет. Ну и олимпийские игры, которые идут еще со времен античности. Далее, необходимость строгого соблюдения правил. Вот, если задуматься, на самом деле государство наше возникло как игра, то есть началось с игры, потому что в игре главное правило, в государстве тоже главное правило, чтобы его организовать, создать. Потом эти правила были жестко зафиксированы, в конце концов трансформировались в законы. Это не что иное, как правило игры. Поэтому вот этот Хюзинга, он на самом деле еще восьмую функцию игры выявил, культура генезная, которая лежит в основе создания всех абсолютно наших организаций, структур, государственных структур. И вот эти две вещи, собственно говоря, они и составляют сердцевину любой игры. Игра посредством правила создает специфическое игровое пространство, моделирующее реальность, дополняющее и противостоящее. Но я покажу потом попозже на наших игр, которые мы разработали в рамках проекта Игро Мирообразования. Сейчас я на этом не буду просто останавливаться, чтобы не потерять нить, ход, план, вот, того, как, чтобы получить целостное представление пока об игре. Значит, дальше. В характеристике важная всегда функция. То есть, ради чего, собственно говоря, то есть, конечно, вот сейчас эти компьютерные игры, это развлекаловки. Развлекаловки малоразвивающие, более того, уводящие из мира реальности человека. На самом деле, обманывающий, он чувствует свое всесилие, да, когда на танке там с кем-то борются, на другом там, и так далее. А вот игра, это совершенно другое, чем компьютерные. Собственно говоря, вот, наш проект был направлен на то, чтобы создать альтернативу компьютерным играм и отвадить детей. Поэтому те игры, которые мы сочинили, очень сделали и продолжаем разрабатывать. Очень важно открывать клубы игровые, играть именно вот в эти инновационные, модульные, игры нового поколения, а не компьютерные игры, которые вот сейчас просто как наркотическое бедствие какое-то. Итак, 8 функций. Вот они все перечислены. Игра это первый способ социализации человека. То есть вхождение в общество, потому что моделирует ситуацию общества, реальности, и этим самым знакомить с реальностью очень легко, очень развлекательно, эмоционально приятно, что может быть лучше. Второе, это сфера эмоционально насыщенной коммуникации. Кому нравится, когда человек без всяких эмоций, объединяющих людей с различным социальным положением. Посмотрите на трибуны, когда идет футбольный матч. Абсолютно все люди как единое целое. Это единое сообщество любителей и единый порыв, единое переживание. Вот это вот то, что и собственно говоря ценно в игре. Игра, функция следующая, это элемент творческого поиска, высвобождающий сознание от стереотипов, от клише. Мы сплошные клишированные, потому что наше образование, наши родители и так далее стараются передать свой опыт и вот передают стереотипы своим. Далее вот игрой можно вот эти стереотипы убрать. Убрав стереотипы мы открываем сознание для творчества. Способ построения вероятностных моделей исследуемых явлений. Это открытие своих индивидуальных качеств. даже не знаем, вот игра проявляет нас и иногда мы видим совершенно себя в другом свете, когда мы играем. И вот последнее это я говорила культурогенезная функция. Все соцсистемы культурные изначально вышли из игры как процесс самоорганизации. Вот это функции. Значит, там по ключевой тематике, которую я выделила, на следующий момент, который, в общем-то, вызывает интерес, всплеск интересы к игре, это изменившийся мир. Мир современный, это вот я не знаю, знакомый или нет, но на всякий случай я даю расшифровку вука-мир, мир человека 21 века. Возникает вопрос, что за вука-мир? Пожалуйста, вам ответ. Первые буковки аббревиатуры, да, волатили тай, ансинтит тай, комплекс тай, амбиквалит тай. Изменчивость, нестабильность нашего мира 21, да, стабильности больше нет и никогда не будет, потому что мир изменился. Неопределённость, сложность, много, междисциплинарность, неясность, двусмысленность, неопределённость. Вот самые главные характеристики. И вот эти характеристики мы должны заложить, материализовать в играх нового поколения. И мы это пытались сделать, чтобы как можно легче превратить, трансформировать человека, рождённого в 21 веке и человека, рождённого в 20 веке, но перешедшего, вот как мы все педагоги в 21 век, нам очень нелегко живётся, нам приходится осваивать вот эти интеллектуальные орудия, хотя это не так просто, не сложно, вот сегодня вы видели, был сбой у нас, потому что в моём возрасте это не так просто. Значит, это вот новый мир. Новый мир несёт новое осмысление процессов вот этих ключевых, превращающих человеков homo sapiens, homo agens, действующие, человек homo ludens, это познание, образование и сама жизнь по-другому осмысливается. Я попыталась, какое-то лето одно посвятила изучению очень серьёзных трудов, написанных дальше, они будут авторы, и вот я цитирую их, это лауреаты Нобелевской премии «Древо жизни», «Паутина», «Мировая паутина», «Паутина жизни» вот этой книги Муторана, Варелла, и вот их осмысление жизни в этих книгах я постаралась вам тоже передать. Итак, в процессе познания что важно? Отношение, средства, способа, условия. Фактически это то, что входит в технологию. технология это единица деятельности. И посмотрите, отношение познающего человека к познаваемому объекту, неважно какому, при нейтральном отношении или ещё хуже, со знаком минус, обесценивает процесс, то есть делает образование вообще бессмысленным. То же самое делают неадекватные средства и способы. То есть, если мы подаём холостическую, умозрительную информацию и даём это как готовые знания, не как добытые, это усиливает эффект бесполезности познания, образования и развития естественных. И третье условие, это самое базовое условие, это чтобы была духовно-деятельностная среда для любого субъекта, любого, маленького, малыша, взрослого и так далее. И ситуацию успеха создавать надо, чтобы человек верил в себя и чтобы он не был с комплексом неполноценности, с комплексом неуверенности в себя. Ведь сколько людей талантливых, гениальных, неуверенных в себе и поэтому 4-6 процентов. Потому что вовремя не создавали ситуацию успеха. и новое осмысление познания образа жизни. Продолжаем. Да, вот они. Матурана, Варелла, книги 2001 года, уже изданные в этом веке. Образование длиною в жизни. Новый термин. Не просто образование. Значит, если раньше у нас пик приходился на 15-25 лет, и он был один фактически, этот пик образования, сейчас эти пики будут повторяться бесконечно, потому что ожидается рождёнок в 2001 году, но в этом веке, в 21 веке ожидается, что продолжительность будет 120 лет. Поэтому каждые 5 лет нужно обязательно менять профессию, наверное, потому что просто исчезать будет профессию. профессия учителя сейчас тоже под сомнением. Посмотрите, тьютерство кругом, кнопочное образование, цифровизация и так далее. Электронное обучение, это всё будет абсолютно, не надо готовить подрастающее поколение и самим к этому готовиться. Кроме образования длиной, уже есть образование шириной в жизни и так далее. Это фактически жизнь равна познанию, это совмещение жизни и познание. Это рассмотрение жизни как непрерывного освоения мира, он меняется, его не познаешь, если не будешь двигаться вместе с изменяющимся миром. В процессе как? Живой коммуникации, живое общение. Вот почему я вас приветствую, дорогие слушатели, потому что это общение, один человек что-то сделал, он пытается поделиться и вам не надо уже проходить вот этот путь, вы можете подхватить результаты и двигаться дальше, потому что любое открытие всегда на плечах кого-то стоит, а не на голом пустом месте. И общение это механизм образования, неважно какой, лучшее, живое, контактное, у нас сейчас, видите, такие возможности, что мы можем и видеть и слышать, потому что информация здесь может мгновенно перерастать в знание, сама по себе информация мертва. И вот цитата Муторана и Варелла учёных, физиков, да, жизнь это процесс познания, а познание не как представление мира в готовом виде на тарелочке, в учебнике, в лекции, а как непрерывное сотворение мира через сам процесс жизни. Вот такая философия должна двигать образованием и каждым из нас с вами, кто имеет дело, кафедру или школьную, стол учительский и так далее, или группу воспитательскую. По-другому просто нельзя сейчас, иначе мы просто не подготовим детей, и это будут калеки, люди, которые уйдут на обочину цивилизации, пополнив не бесконечно огромное количество нынешних людей, которые сошли в общем-то с пьедестала человека, ушли в наркоманию, пьянство и так далее. Это от этого, что они не могут адаптироваться в этом мире. Почему игра продолжаем, почему она вытесняет традиционные способы получения? Вот здесь я обозначила несколько важных пунктов, потому что у меня у самой 53-й год вузовского образования в Башкирском университете. Я всё это на своей шкуре чувствую. Сейчас я и с дошкольниками работаю, и школьниками много, поэтому все вот эти возрастные группы, они мне прекрасно знакомы. И типичная ситуация для большинства школьных классов и студенческих аудиторий это сообщение с нами лектора страницам учебники мёртвого энциклопедического знания. Транслирование знаний вчерашнего дня, потому что прогресс настолько мощный, а учебник-то пишется два-три года, пока он написан, он уже устарел. Поэтому вот игротехнологии, они мгновенно на визу схватывают, мгновенно материализуют новые идеи, новые технологии, чем, собственно говоря, почему и всплеск интереса к геймификации, к технологиям игровым. И мы фактически сейчас, тот, кто работает по старинке, готовим генералов к прошедшей войне. Нам надо не к прошедшей, не к настоящей, а к будущей. Образование обязано с опережением работать. И вот это как раз игры и наши, созданные нами, они обеспечивают. И, наконец, мы в аудиториях, ну, во-первых, это 20-30 человек, правда, вот в лекционных потоках до 160 человек. Но, тем не менее, сейчас уже аудитории можно на протяжении, лучшие курсы можно транслировать на весь земной шар. Эта аудитория будет в разы увеличена. И есть такие уже возможности реальные. И уже образование, в общем-то, двигается в эту сторону. Почему и процесс учителя исчезает. Сейчас будет совершенно всё по-другому пройдёт буквально немного времени. Ну, и вот я здесь проблема поколения имеется в виду, поскольку у нас педагогическое сообщество, и поэтому я из сообществ людей выбрала педагогов и учеников. Посмотрите, стрелки разнонаправлены. То есть мы не шагаем с нашими учениками в одну сторону. Чему мы можем их научить? Почему такое происходит? Педагог, воспитанник и 20 века. Ребёнок рождённый 21 века, века информационного бума, информационных технологий. И вот здесь вот в этих вот в руках маленьких плакатиков заложены все отличительные признаки. У нас было образное системное мышление, у нас был дефицит информации. Я сама месяцами жила в Ленинской библиотеке в Москве и в Салтыковке в Питере, пока писала кандидатскую докторскую диссертацию. Мы учились в кластерах, то есть предметы, предметы, предметы. А как они связаны и для чего они, как они реализуются в профессии, это само собой как бы, да, само собой туго это получается. Это нужны годы, чтобы всё интегрировать и перековать в опыт учительского преподавания, эффективного преподавания. Это то, что мы не в ладах ни с гаджетами, ни с интернетом, потому что там много возможностей и ориентация на общую образованность. Наши дети с вами клиповое мышление у них местообразное, то есть они информацию квантами усваивают и из этих квантов слагается у них картина мира, она тоже, посмотрите, это какой нужен мозг, чтобы из кусочков в конце концов сложить целостную картину мира, то есть это более сложная задача, тем не менее логическое мышление сейчас у них страдает, здесь как и везде есть две стороны, поэтому для них важно не запоминать информацию как нам, а запоминать путь к информации и фильтровать избыток информации, которой ну просто мы захлёбываемся, жизнь между кластерами, междисциплинарность, сейчас в одиночку ничего не сделаешь, обязательно нужно объединяться, работать командами, потому что один человек не в состоянии усвоить лавину информации и множество разных областей новых науки, технологий, и так далее и так далее дети ориентированы на практику мы больше теоретики фундаментально и так далее то есть вот дополнение фундаментального нашего образования высоконравственного образования вот с новым образованием которое создаётся вот это создаст оптимальные условия для того, чтобы формировать человека 21 века образование в общем-то инкубатор формирования человека и образования ни для чего другого не существует ну теперь мы с вами поближе к нашей теме что ж такое игра нового поколения эпоха 21 века я уже говорила да поэтому проскакивают геймификации игра педагог технолог игры нового поколения чтобы создавать игры нового поколения и чтобы они выполняли образовательные функции то есть вот эти необходимые качества человека чтобы адаптироваться к вот этому изменяющимся миру сложному миру непонятному миру двойственному тройственному многофункциональному миру и так далее нужно вот всё создать отразить в играх вот эту изменяющуюся действительность потому что игра это фиксация фрагментов реальности и вслед за ней игра человек меняет себя меняет свою физиологию меняет характер личность и даже телесность телесность больше меняется от питания от гомомодифицированных продуктов и так далее поэтому телесность тоже надо сохранять свою природную а не не позволять изменять ее значит вот теперь пойдут признаки ключевые игр современных значит в играх современных должна быть постановка нестандартных задач и формирование нестандартных ситуаций потому что мир меняется и поэтому нужно вот это в игре для того чтобы деклишировать дестери стереотипизировать сознание ребенка дети я уже говорила да стереотипы мы им навязываем а приходится вот через игры это непроизвольно происходит потому что мы как бы передаем им опыт это нормально связь поколений но наши стереотипы 20 века они в тягость они не работают они как путаны ногах у ребятишек 21 века какие-то они все безусловно поэтому вот здесь нужно быть очень осторожным и вот деклиширование сознания ну вот я пример да у меня этой игры нет но я назову пойми меня игра тоже созданная нами значит один пример вот игра это карточки с жестами потому что в общении не только слова вы видите что и жестик и мимика да все это все экстралингвистические средства и вот возьмем один один жест кулак когда показываешь кулак россиянину особенно вот нашего поколения и поколения наверное и Павла Юрьевича то мы ассоциируем кулак ни с чем иным как знак угрозы символ угрозы и вот мы можем это передать ребенку да вот такое вот понимание вот этого жеста и вот в этой игре когда показываешь кулак и потом начинается а как расшифровывают вот этот жест дирижер значит когда дирижеру нужно закончить партию какую-то он значит вот собирает весь оркестр в кулак то есть все прекращают и скрипки и флейты и так далее прекращают деятельность вот это жест окончания значит партии музыкальной в логопедии кулак совершенно и так далее значит и вот там собраны жесты и игра заключается в том чтобы прочитывать жесты а как немец смотрит на вот этот жест а как американец францис вот это есть диалог культуру уже и мы тогда будем лучше понимать и вот вот такая игра пойми меня она издается мы ее не издавали она издается в риге в издательстве риторика можно ее приобрести там еще комплект игр тоже серия дети мира значит ну и плюс игра эко мемори о ней я подробнее буду говорить делокализация вторая вторым ключевой признак делокализация развития мобильного адаптивного мышления без него никак потому что мир меняется если мышление не будет меняться а в нашей игре потом я покажу там целая целая линейка разных типов мышления включая дигитальное цифровое перспективное дивергентное конвергентное и так далее кто развивает такие типы мышления в образовании вот наши игры это развивают значит игра креативатор есть специальная тоже она в издательстве в Москве и в Риге в Башкирии тоже мы издаем книги игры которые я лично сама адаптировала к нашей реальности и так далее продолжаем да ключевые признаки следующий третий признак это предъявление образцов использование новых технологий в быту и образовании вот сразу пример вам показываю смотрите новые технологии карточка обыкновенная карточка и расшифровка что это означает через qr-код ребенок берет смартфон так набирает специальную открывает программу накладывает и на экране появляется текст расшифровка предварительно он сам свою версию излагает и сравнивает с текстовым вариантом правильным вариантом ну иным вариантом расшифровки вот этой инфографики уникальной да об этом я тоже попозже говорю что попозже скажу вот здесь вот это вот в играх в компетентностном поле личности в нашей игре вот эти новые технологии уже заложены кстати вот это придумал никто в другой игре в хаббитроме придумала увзшный ребенок ребенок с ослабленным здоровьем он говорит давайте вот так сделаем и мы включили то есть игры создаются не только нами учеными педагогами художниками мы детей привлекаем потому что у них свежее восприятие и фантазия еще не чем неограниченная и это очень продуктивный симбиоз творческая деятельность пирамида самоактуализации вот эти вот игры дальше четвертый признак снятие синдрома выгорания как учащегося так и учителя за счет смены вида форм за счет эмоциональной разгрузки самореализации раскованности синдром выгорания страшная страшная вещь которая как болезнь поразила профессии особенно типа человек человек врачам безразличные больные учителям безразличные дети если они позволяют на них орать кричать или даже иногда прикладывать физические какие-то вещи бывают поэтому вот этот синдром выгорания это как раз следствие нашей сложной эпохи времени и поэтому игра обязательно должна быть чтобы снимать это напряжение эмоциональное и тогда мы этот синдром сможем укоротить пятый признак интерактивность интерактивность командами мы играем вдвоем втроем одиночку можно в одиночку играть с нашими играми так и на каждой игре значится один шесть игроков четыре команды сверху прям указывается все это интерактивность человек общественное существо и поэтому игра это тоже компенсация одиночества особенно для пожилых людей людей третьего возраста поэтому и почему я и проект сейчас кольцо жизни придумала с тем чтобы пожилым людям дать возможность в команде встречаться играть и отодвигать вот эти геронтологические проблемы старения ну и плюс дети им не хватает любви внимания вот это уникальный социальный проект он был поддержан нам выделили миллион с лишним денег на то чтобы по башкирии пока что его реализовать я думаю потом можно будет вы можете потом подхватить его и в своих регионах такой же проект организовать интерактивность ну это вот как раз таки индивидуально групповые и так далее мобильность и саморазвитие становление игры в процессе игры потому что дети участвуют в многих играх вот например хобедроме здесь вот много пустых карточек и дети 40 профессий 40 хобби и когда начинаешь с детьми играть находятся новые а здесь есть карточки дети рисуют какой-нибудь логотип или символ этого хобби профессии и ключевые слова то есть дети участвуют в этом и в этом тоже великая ценность неприходящая ценность игр нового поколения вот в кубедроме например в хоббедроме это имеет место модульность то есть вариативность на каждой игре вот здесь вот сверху я показываю вам не видно от 3 до 99 лет то есть игра полезна важна и малышам и подросткам кому угодно и пожилым людям третьего возраста играя в семье играя с детьми мы и развиваем и посмотрите вот здесь внизу целый список функций которые выполняет каждая игра вот я подробнее на некоторых играх вам об этом скажу полифункциональность то есть пригодность и психологам педагогам родителям безусловно и всем кому угодно любому человеку потому что игра любого человека оздоравливает значит все восемь признаков вот этих базовых да и они мы старались все признаки вот эти материализовать в наших играх это фактически и фокусировка всех инноваций всех характеристик 21 века и вся история развития игр начиная с античности то есть мы все это изучили обработали ценные сфокусировали в играх нового поколения которые объединили под названием игротека дети мира и причем дети здесь это не означает что возрастной цельс здесь имеется ввиду а дети земляне люди планеты земля мы все дети одного дома наш дом планеты земля поэтому такое название дети мира и вот здесь на каждой игре логотип вот этого этой игры логотип так ребенок у которого один один глазик закрыт нужно его раскрыть символика такая итак игра кубитров первые значит игры сразу говорю дешевые мы специально старались чтобы были они по карману ребятишкам делали мы их всем миром вот например все обложки моя дочь делала она дизайнер все обложки ну естественно бесплатно все поэтому игры дешевые на обложке здесь вся информация вот я уже вот она информация возраст для кого от 3 до 91 сколько игроков до 6 на каждой игре дальше сколько вариантов игры от 9 и до бесконечности я вам вот просто на словах покажу играть мы не сможем хотя со своими серебряными волонтерами я сейчас играю в эти игры и значит вижу как они оживают у меня значит функции вот именно этой кубитром да что в игре значит ну вот обложечка скромная у нас даже коробочки нет чтобы дешево это было мы даже коробку не издали а в пакетиках она находится видите целлофановый пакетик простой значит инструкции где все написаны все модули описаны в данной игре видите здесь игра своими руками здесь нужно вместе с ребенком сделать кубики даются заготовки вот они заготовки кубика из плотного картона в игре несколько да и значит выкройка дается размер и даются образцы как значит вот например на тему зверюшки да когда детки ну для малышей созданы да вот здесь вот пар на зверюшке да самец самочка и вырезается и да кубик склеивается естественно если вы хотите этот кубик много раз использовать его нужно скотчем отклеить сверху и затем наклеивать картиночки на ту тему которая ну актуальна для возраста скажем если это малышня то вот можно знакомить с миром животных наклеить на кубик скажем вот этот кубик будет домашними животными на второй кубик там дикие животные и бросается кубик и что на верхней грани начинается разговор с ребенком кто это что давай опишем какие лапки какие ушки зубки а чем питает и так далее значит потом когда все вот это вот все обыграется один ребенок про одного рассказать второй про другую зверюшку потом значит и так потом общий рассказ составляется и так далее значит это вот только один вариант можно наклеить на ребра кубика фотографии и наклеивать фотографии по мере роста ребенка значит один кубик сам ребенок годик два три четыре ему да можно новорожденного поместить на второй кубик события важные из его жизни на третьем объекты там куда он ходил и так далее и спрятать и когда ребенок будет ему совершеннолетие подарить вот эти кубики а когда они делаются вместе с ребенком просто играть описывать все это то есть видите какие интересные варианты вот тут последнее написано учит бесконфликтно решать проблемы ребенка как покажу на примере тоже пока что вот так потому что играть нет возможности времени допустим ребенок что-то не любит постоянно проблемы конфликты там каши не буду кисель не буду и так далее записываем на кубиках меню кубик бросается что выпадает то едим то есть игра в игре все установили что сегодня мы кубик с любимыми блюдами кубик с завтраком кубика и так далее и всех конфликтов не будет потому что вопрос решен в игровом форме с общего согласия жесткие правила и так далее значит вот эта игра кубик она стоит где-то 130 что ли рублей заказать можно только в Уфе мы в магазин не сдаем потому что начнутся наценки адрес в конце презентации будет размещен поэтому вы получите сейчас не тратим время так следующая игра мы уже вот сейчас переходим к конкретно кубик ронда а вот это вот все модули как играть я показала рассказала поэтому перешагиваю вторая игра эко мэмори вот здесь видите центральная игра и учимся охранять окружающую природу все те же данные но модули немножко по-другому да здесь 6 модулей хотя можно тоже придумать еще массу модулей для разных возрастов да вот кстати вот в кубидроме я нам на примере малышей рассказала а если наклеивать скажем художников картины или вот если я иностранный язык преподаю я использую эту тоже игру прочитали мы какое-то произведение на иностранном языке прошу ребят студентов нарисовать героев и мы наклеиваем мы попадаем на уроках играем описываем вот вам пожалуйста в студенческой аудитории в любой аудитории можно адаптировать поэтому они вот они мобильные модульные меняются участники сами модифицируют их под себя эко мэмори вот здесь как раз таки вот эти вот я вам сказала что мы применяем эти технологии вот пожалуйста QR-код здесь вот рисунок но сейчас вот дальше значит здесь функции и речь развивает память развивает способность творческую расширяет запас а речь с помощью речи мы самореализуемся поэтому неразвитая речь ребенок все у него уже не будет полной самореализации начнутся комплексы экономить обучаем всех кто играет экономить ресурсы развиваем внимание наблюдательность осваиваем способы охраны окружающей действительности как возникает вот пожалуйста пример значит 40 карточек в этой игре значит и они все попарные и там модули самые разные вот выбрали две одинаковые карточки наблюдаем в чем сходство в чем различие ставим вопросы да что это такое горелка какой ресурс тратится природный газ что здесь неправильно какое поведение здесь можно одобрить да вот здесь вот горелка подобрана под окружность диаметр кастрюльки здесь греется атмосфера тратится огромное количество газа напрасно вот там какой-то модуль какие последствия от этого да значит углекислый газ тратится наше сырье нерационально значит экономить надо вот тут поведение вот это правильное дальше появляется значит от того что загазованность озонные дыры они значит пропускают ультрафиолет он попадает на человека рак косит человека почему вот от того что мы неправильно пользуемся ресурсом газа подобные есть пары это с автомобилем там где выхлопы тоже там велосипед и автомобиль что лучше то есть развивается экологическое мышление ребенка игра это 200 что ли рублей стоит потому что много цвета и это очень дорого для печатания но это 200 рублей и причем потом ребенок опять использует свой смартфон уже функционально не просто для развлечения а для того чтобы проверить себя почитать на экране появляется правильный ответ значит вот второй вторая пара картинок видите контейнер типично для России валим мусор все в одно видите и разрозненное раздельное для каждого вида отходов значит и вот таким образом опять же приложены карточки и ребенок сам ищет в быту такие ситуации где неправильно скажем выключатель выключатель два включен и выключен и вот он выходит на пять минут из своей комнатки выключать или не выключать проблема все мои студенты пенсионеры говорят выключать конечно экономить оказывается на включение и выключение тратится больше энергии поэтому выходишь на пять минут оставь свет и так далее в общем вот это есть игра эко мэмори замечательная игра интересная все любят играть хоббидром вот эту игру я всегда использую когда в прошлом учебном году я вела здесь в селе Жуково группу одаренные дети поселка Жуково и первое что я делала я на ковре раскидываю все 40 вот таких карточек на каждой карточке 40 хобби и прошу ребятишек выбрать то чем они больше всего любят заниматься это уже профориентация начинается я определяю природные наклонности и вот не удержусь рассказать случай девочка одна выбрала карточку с отражающей профессию полицейского потом мы обсуждаем почему ты выбрала эту карточку ты кем хочешь быть девочка отвечает полицейская почему ты а потому что я буду убивать людей вот конечно все ответы принимаются потому что это игра игра должна быть позитивной но потом проводится гигантская работа беседа с мамой почему такое почему шестилетняя девочка уже хочет убивать людей почему у нее уже сознание вот такое экологически не замутненное вместо того чтобы доброе что-то вот у нее уже значит это уже грехи нашего воспитания нашей и так далее значит 40 карточек так и на каждой карточка лицевые вот вы видите на обороте там пять ключевых слов то есть те которые и вот отгадывается по ключевым словам нужно угадать хобби по рисунку это потом назвать ключевые слова которые есть потом новые потом работать над слова то есть масса вариантов для всех возрастов абсолютно и плюс еще вот сейчас мы со студентами используем эту игру я их попросила хоббедром бакалавров и вот они мне нарисовали свои рисунки вы знаете я была потрясена столько творчества столько талантов я просто знаете шляпу сняла говорит боже мой какие же вы одаренные какие же вы молодцы и вот сейчас мы уже модули придумаем для студентов не те модули которые здесь а модифицируем студентов бакалавров изучающих иностранные языки следующая игра я не буду останавливаться азбучная истина это освоение букв это колоссально огромный арсенал работы интересной в игровой форме освоить кириллицу ношу также можно и латиницу и что угодно я перехожу к игре которая я считаю это самый большой продукт главный продукт нашего проекта игра мирообразования проект международный был там участвовали 37 университетов мира и представляете сколько интеллекта вложено в эту игру игра называется компетентность свое поле личности она выглядит точно так же они все простые очень да та же обложка выполненная в том же дизайне тем же автором и та же инструкция но она очень толстая карточки и тоже кубик есть вот такой да нужно кидать чтобы определять кому начинать и так далее сегодня мы с вами у нас время конечно уже и стекло и я не смогу вам подробно ничего рассказать я просто хочу вызвать заинтересовать вас этой игрой потому что сейчас образование длиною в жизнь это образование длиною в жизнь невозможно поднять если не подключить самообразование а для того чтобы научить человека самообразование нужны ресурсы и вот это фактически один из ценнейших ресурсов для самообразования в чем заключается игра значит здесь вот в этой игре сейчас я вот другой слайд подключу потом мы вернемся возможно это вот поле с 48 карточками каждая карточка называется инфографика это тоже новая технология которая визуализирует сложнейшие абстрактные способности человека по правому краю изложено 6 базовых топ компетенций сложнейших умений которые необходимы человеку 21 века вот я вам их покажу потому что тут размыто я покажу здесь вот так вот это первое вы уже видели это я компетенция первая вот она тут у меня на большой таблице второй но я считаю что сформировать человеческую личность это самое главное инфографика видите в форме спирали означает бесконечность образования есть начало да есть начало ой и нет конца да видите спираль она идет раскручивается конца ей нет как нет сейчас образование потому что человек от рождения до смерти до того как кончается его жизненный путь должен работать над собой чтобы чувствовать себя успешно значит и что это означает видите это справа а вот слева здесь вот на слайде вы видите то те умения те способности которые приводят к этой самой компетенции к тому что человек личность человеческая гармонична что он может себя адекватно оценить что он уверен в себе что он самореализуется и может самореализоваться да вот эти семь базовых составляющих структурных элементов я компетенции самое 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 внизу в основе это информационная компетенция тоже здесь размыто она собой представляет видите вот ладонь человеческая рука и на руке земной шар это земной шар который открыт сейчас любому человеку потому что сейчас паутина мировая да интернет он окучивает всю землю и мы в любой час в любую минуту любую информацию которая создана человечеством за все существование на любом языке в любом формате в любом виде можем получить это умощнение нашей интеллектуальной мощи такого еще никогда не было у нас и вот это как раз инфографика инфокомпетенции нам нужно уметь овладеть этим и вот смотрите чтобы овладеть этим это целая серия целая серия опять умений вот они все тут вот первое это видите так я не могу сейчас показать и время уже нет это развивать сенсорную систему руки уши и глаза второе это чтобы коммуникативные навыки навыки умений и умения понимать другую культуру диалог культур вести да вот игра пойми меня этому способствует дальше клубочек и лабиринт уметь находить информацию и сохранять ее эту информацию запоминать путь к информации дальше это уметь фильтровать информацию потому что ее много и есть некачественная дальше это структурировать информацию дальше целенаправленно использовать что вот что вы получаете здесь тут же нужно в дело использовать тут же в проекты какие-то дальше уметь представлять информацию да то есть в разных формах и наконец смотрите там еще вот последнее это человек человек у меня под рукой сейчас это нет карточки там человек с путами на руках это развивать у человека способность противостоять манипулированию потому что сплошь и рядом нами манипулирует особенно реклама и нужно вот эту способность мы тоже развиваем и так вот это вот две компетенции о которых я сейчас рассказала это как раз на дошкольной ступени и вот фактически на этой на этом поле вся программа развития ребенка дошкольника дальше идет это элементарная ступень вторая идет подготовительная ступень здесь нужно видите справа в виде вертушки цветной это обучаются вот эти все шажки к тому чтобы человек мог ресурсами пользоваться чтобы он осознавал что в его арсенале на самом деле колоссальное количество ресурсов мы просто их не видим мы просто не можем ими пользоваться поэтому вот эта игра компетентскую обучает дальше так дальше продуктивное виртуальное сотрудничество опять земной шар и опять люди здесь компьютеры мониторы и так далее виртуальное сотрудничество продуктивное но я из своей практики приведу пример фактически у меня сейчас идет уже пятый проект грант финансируемый разными фондами и последние вот эти самые проекты я только благодаря продуктивному виртуальному сотрудничеству могу реализовывать у нас одаренные дети России было полторы тысячи педагогов всей России иностранцы просились но не было такой возможности потому что путинский грант и я живу в селе Жуково Жукан и мы моя коллега живет в Германии и вторая третья коллега моя жила она тогда в Сибири сейчас приехала в Питер и вот втроем мы проводим втроем мы проводим вот такие вебинары вот это пример что можно совершенно работать уникально имея располагаю вот современной технологиями следующее вот в виде светофора который заставляет гигантские потоки машин останавливать это инфографика другой способности уникальной человека это системное принятие решений это уникальная способность которой не хватает всем особенно нашим правителям почему они нас заставляют иногда реки вспять поворачивать вырубать винограды виноградные лозы чтобы искоренить пьянство пьянство остается лозы нет лоз нет виноградных вот как раз таки вот это вот семь здесь все виды мышления которые нужно развивать человека есть инструменты как это развивать и последняя антихрупкость это противодействие стрессом стрессоустойчивость в то же самое значит и что еще вот в этой в этом игротренинге есть ну вот одна компетенция здесь прописана нет время ее комментировать я уже назвала пирамида приложена еще она в комплекте смотрите элементарный уровень подготовительный и продвинутый наверху это уже люди которые обладают менеджерским мышлением люди способны генерировать идеи подбирать команды со всего мира и реализовывать проекты социально значимые для всего человечества и вот слева тут вот стрелочками обозначены как надо карабкаться сначала наполнить сознание ребенка с элементарной ступенью связано дошкольной ступенью дальше нужно логическое мышление развивать критическое мышление перспективное мышление работа на будущее дизайнерская и все мы на вершине с вами пирамиды и вот прошлый проект мы проводили с Павлом Юрьевичем мои слушатели как раз таки выявляли с помощью этого инструмента лакуны белые пятна в своем образовании развитии точки роста определяли мы заполняли эту пирамиду многим это очень удалось хорошо сделать но не все освоили потому что инструмент непростой так и последнее наверное меню к этому игр тренингу мы разработали три блока меню первый блок это саморефлексии мы можно провести самодиагностику вот что какие ослабленные у меня компетенции над чем не работать в плане самообразования второй как это устранить вот эти как развить в себе эти точки роста это минимальные микропроекты они моделируют ситуации для реализации и значит проверка уточнений результата саморефлекс и третий блок это как бы ну и закрепление проверка насколько мы усовершенствовали свою личность своей способности компетенции и так далее значит вот это игр игр тренинг он стоит 350 рублей но я считаюсь по интеллекту вложенному у него он вообще бесценный поэтому я бы очень хотела чтобы все освоили его и все использовали значит где можно приобрести игры нового поколения издательство уфимская диалог с которым я сотрудничаю его сайт есть мы открыли специально чтобы люди могли играть и покупать в магазинах их нет интернет магазин W3 и талант дети латинскими буковками талантливый талант дети точка ком вот это вот можете выходить на сайт и вот все игры о которых я говорила вы можете их приобрести для себя для своих учреждений и так далее значит пользуясь случаем я хотела бы вот вот эту рекламку разместила в ноябре месяце вот числа 3 10 17 24 будет всемирный онлайн марафон все что о чем я вам говорила это организатор всего это участник всех моих проектов где я была научным руководителем Екатерина Львовна Кудрявцева специалисты профи мирового уровня я вам очень советую если даже платно там плата знаете 700 800 чисто символическое поучаствовать потому что вы получите еще и материалы и вот сайт марафона пожалуйста вы зафиксируйте сильно вам будет выложено все это поэтому не волнуйтесь что это исчезнет и я хотела бы тоже пользуясь случаем пригласить в свой проект если у вас есть мамы 3 возраста бабушки дедушки знакомые вы сами на титульном слайде я разместила свою электронную почту пожалуйста заявляйте об этом я вам пришлю листовку проекта где все об этом проекте потому что на самом деле там мы будем бесплатно учить бесплатно вот этим игровым технологиям о которых я говорила потому что грант у нас грантовые деньги но это только в границах Башкерии то есть тех кто проживает на территории Башкортостана вот и все я вас благодарю перехожу на самый последний благо желаю вам всем здоровья и карабкаться по пирамиде самоактуализации если да я хотела бы знать полезно ли вам было поставьте плюсики интересно полезно ли и всех поблагодарить вопросы если есть да конечно я могу сейчас ответить если мне позволит потому что я думаю что я свое время выбрала у нас начинался в 14 а уже 15 час 45 ну вот академический час так ну вот вижу что вам было интересно вот это главное и самое главное что вы сейчас возьметесь вот это все использовать вот вот это самое будет большая награда всех благ до свидания спасибо очень много но вот это да я очень рада что вы оцениваете так так хорошо вопросов вопросов вопросы я не вижу а вот вопросы включить так вопросов я не вижу тогда я дорогие мои слушатели я прощаюсь если у вас есть интерес контакты есть пожалуйста всего вам доброго до свидания до свидания